Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Барт Клуб Парус. Очень рад вас видеть здесь у нас, потому что сегодня именно мы собрались с вами по особому случаю. Мы собрались для того, чтобы поздравить самого главного и важного человека нашего клуба, Серёжу Нотика, который в 15-м году смело перехватил знамя от Леры Окунь и волновался, конечно, очень, как и что будет, как получится у него. Но факт остаётся фактом. Парус на плаву. Серёжа старается от всей души делать всё, чтобы всем было хорошо и чтобы держать наш клуб обобщённым, счастливым. Очень часто здесь проходят у нас концерты, порою гитары по кругу. И несмотря на то, что Сергей у нас человек очень занятый, он всё-таки работает, он ещё сумел организовать бард-радио, которое теперь вещает песни бардов на всю страну и не только. И я думаю, что вы все со мной согласитесь. Я от имени всех нас поздравляю Серёжку с таким красивым, таким круглым юбилеем. Давайте мы пожелаем ему, главное, конечно, что? Здоровья. Здоровья тебе, Серёж. Большого-большого, такого же могучего, вот как ты сам. Теплоты. Хороших искренних друзей. Счастья в твоей семье, чтобы оно всегда только росло, росло с каждым годом, становилось всё красивее и больше. Хороших поездок. Ещё, может быть, каких-то побед на фестивалях. Какие ещё твои годы? Чтобы всегда вокруг тебя были хорошие люди. Много улыбок и добрые глаза. В добрый путь. Будь счастлив, Серёженька. Мы всегда все в тебя верим. Вы знаете, такой, правда, вот он тёплый, хороший человечек, правда? Я вот даже никогда не забуду. Помните, как... Вот он мне лично тоже помогал. У меня есть такая любимая песня про Богородица Семистрельная Лобановского. Если бы не Серёжа, я бы песню-то никогда не смогла бы вынести на сцену. А Саша был такой гордый, что эта песня стала петься когда-то. И не только мне. Всегда кому-то подыграет, кому-то посоветует. Всегда можно просто положить ему голову на плечо и поплакаться. В общем, настоящий добрый друг и хороший капитан. В общем, всех благ тебе, Серёжа. И спасибо тебе от всех нас за парус, за Бортрадио. Счастья тебе в добрый путь. А! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. И это как бы... Прости, Серёж. Ну, просто мы тут такую коробочку придумали. Мало ли, кто-то захочет его ещё поздравить как-то отдельно. Может быть, кто-то не успел поздравить. Вот можно это сделать. Если вот от всей души. Она стоит у нас там на нашем столике. Просто чтобы знали. Ну, а теперь вам приятного вечера. Да, и телефоны не забудьте включить после окончания концерта. АПЛОДИСМЕНТЫ Телефон, это да, сам тоже грешу. Сейчас. Ну, вроде. Вроде все. Я на самом деле очень волнуюсь, спасибо большое, спасибо большое за поздравления, Наташа, спасибо большое, у меня в этом, на этот юбилей подарков, то есть вот ребята как бы собрались, и у меня получилось так, что сразу несколько подарков, причем таких весьма весомых. Одни из них, я в свое время выиграл мониторные наушники на Топосе, вот, и они долго мне служили верой и правдой, ну, они такие, в принципе, хорошие, но из тех, которые служат недолго. И вот в этом году они, в общем, практически приказали долго жить. И тут вон, Оля, покажи, пожалуйста, совершенно шикарные шурусти, мониторные наушники, которые мне, естественно, нужны на каждом концерте. Вот, потом вот такая вот специальная эта, потому что память уже не к черту, а листочки не очень удобно, вот, и вот такая штука для планшетика, да, очень удобно. Вот, а потом опять-таки старый чехол от гитары тоже приказал долго жить, и вот у меня теперь и новый чехол для гитары, а вон там он, сегодня купили самокат. Вы смеетесь, а вот в детстве велосипед у меня был, а самоката у меня не было никогда, поэтому сегодня я впервые рассекал на самокате, вот, для тех, кто хочет, мы можем за деньги, конечно, организовать перерывы, я могу, да, я могу там проехаться туда-сюда, то есть показательное выступление, как это выглядит. Поверьте, мужчина моей комплекции на самокате, это забавно, вот, а те, кто будут фотографировать и снимать, дополнительные деньги. Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канава не впадает в тебя, да, решетте водостока, вот и вся твоя дорога, кто же был способен только на такой обман? И на берегу утренний, где нет причала, чтобы песню новую начать сначала, к островам бежать зеленым и ветрам кричать соленым, Хэй, паруса мои крепки, хэй, паруса мои крепки, я возьму тебя в ладошку на просохшую дорожку, прогуляю завтра школу, пусть от завуча влетит. Все неведомые страны, города и океаны, пробежим с тобой за сутки, кто нам запретит. И на берегу утренний, где нет причала, я приду, чтобы жизнь свою начать сначала, к островам бежать зеленым и ветрам кричать соленым, Хэй, паруса мои крепки, хэй, паруса мои крепки. И на берегу утренней, где нет причала Мы придем, чтоб жизнь свою начать сначала К островам бежать зеленым и ветрам кричать соленым Хэй, паруса мои крепки Хэй, паруса мои крепки Ну, сегодняшний концерт, я назвал «Повторение пройденного» Я решил, ну когда еще, в общем, мне простят то, что я там расскажу за свою жизнь Как там все это начиналось у меня Потому что, ну, я, по-моему, никогда и не рассказывал, наверное, об этих вещах А зрители мне простят все-таки, как-никак, 50 лет, там, юбилей, там, прочее Могу, в общем, поездить по ушам Но меня убедили, что все-таки мне не обойтись без того, чтобы сюда выходили люди Меня поздравляли, поэтому мы делаем так Вот первое отделение небольшое Это у меня период в моей жизни До того момента, как я попал в КСП Вот А потом будет второе отделение Которое посвящено Будет Ну, кто захочет, может выступить И в зависимости от этого будет уже длина третьего отделения Где я продолжу свой опус о своей жизни А завтрашний концерт Там будет просто вот концерт Когда мы поделим все время 50% на сцене буду я А еще 50% будем мы с Ирой Петровской И с Левой Эфитом Вот, то есть там будет такая уже современная Вот там еще люди подошли Ну, что сказать Родился я в селе Улутеляк Иглинского района Баштирской АССР Так получилось, что Это было по пути из Запорожья, где жили мои родители До того, в Тольятти Где они стали жить после этого Вот Но поскольку квартиру там еще не дали То мама заехала к родственникам И там меня родила Вот Но родину я считаю Тольятти Потому что, в общем, всю сознательную жизнь свою В детстве, по крайней мере Ну, меня туда привезли Когда мне было 3 месяца То есть, когда наконец уже дали где пожить Вот И, собственно Там моя жизнь и началась А петь Петь я начал В августе 70-го года У нас появилась машина ВАЗ-2101 С серийным номером 164 Вот И на ней мы начали ездить Ездили много В разные места Вот За рулем был отец А мама Поскольку она у меня Боевая очень женщина И когда он за рулем Командовать она не могла Но хоть Чтобы хоть как-то повлиять Она не давала ему спать Чтобы он не заснул На всякий случай За рулем Вот И, соответственно Как это Нужно петь И постоянно То есть, как садились в машину Начинали петь песни Вот И у отца, и у матери У меня хороший голос достаточно Вот И, соответственно Подпевали все И мой старший брат На 9 лет Меня старше И я Вот Я долго не понимал Почему главным Моим хитом У меня всегда просили спеть Потом, значит И на Когда дома собирались гости Спой вот эту вот песню Вот Я залазил на табуретку И пел ее Выучил ее в машине Как раз Когда мы ездили То есть, вот у меня было Два хита Вот эта песня И, значит Сижу за решеткой В темнице сырой Я стихотворение тоже знал То есть, у меня было Года 2-3 И я, значит Гордо его рассказывал А песня, конечно Это было Совершенно замечательное Это прощание Которое Я не выговаривал букву Р Поэтому звучала она так До свидания Подлюга моя На пилоне А вот естеры играют Уезжаю с ребятами я Ну и так далее В общем, пользовалась Громадным успехом Вот Но Из тех времен Я, наверное, хочу спеть Вот это вот Потому что пели очень много У нас дома были сборники Вот такие Тогда выпускались Маленькие Но толстые Сборники песен Это вот В 50-е В 60-е годы И, наверное, В 70-х годах Это как-то закончилась Эпоха Уже Там был какой-то Из 70-х годов Сборничек Но он уже был В такой плохой обложке И рассыпающийся Вот А те старые Были с толстым Нормальными Вот И, соответственно, Там было очень много Хороших песен До свидания, мама До свидания, мама Не горю и не грусти До свидания, мама Лучше сложим Лучше сложим Голову Пою Защищая Родину Свою До свидания, мама Не горюй На прощанье Сына Поцелуй До свидания, мама Не горюй Не грусти Пожелай нам Доброго пути Между прочим, да Стихи Александра Галича Музыка Соловьева-Седова Вот так вот То есть Собственно, вот Можно сказать В авторскую песню Окунулся еще тогда Хотя, честно говоря Мы пели, конечно, и Атлантов В машине У родителей Была такая Не то чтобы страсть К авторской песне Но они знали Многие вещи Которые были там А еще К нам домой Иногда приходил Отцовский однокашник То есть они учились вместе В институте Но он был старше На 6, по-моему, лет И он воевал Прошел с 42-го года До 45-го Всю войну В 44-45-м Он был В батальоне Гвардейских минометов Катюша Красавец Грузин Володя Шепелев Володя Шепелев Он действительно был Грузин С великолепным Бархатным голосом А мне тогда казалось Что он мог играть На всем У нас дома было пианино Оно осталось От брата Которого безуспешно Пытались научить музыке Значит он там даже По-моему, пару лет Ходил в музыкальную школу Но потом Забрыкнул и сказал Что не будет больше Этого делать Но пианино у нас осталось Спасибо, Володя Когда приходил Он, значит И начинал играть Играл он много разных песен И некоторые из них Я до сих пор помню С тех времен Вот Одна из любимых, кстати, была По судну Кострома Стучит вода У меня отец ее любил Потому что отец был радиолюбителем У нас дома стояла радиостанция Так что С радио я знаком еще с тех времен Я знаю, что такое Амплитудная модуляция Потом расскажу Не, просто сейчас я могу лекцию Прочитать на эту тему Но все-таки как-то мы Вот А Володя У нас дома была Лежала его конспект Ну не знаю, каким образом Оказался он у нас Но вот как-то там Перебирая какие-то старые тетрадки Я там Отец говорит О, а это Володя Шепелева Вот Такой красивый Тоненький-тоненький Бисерный почерк Он, значит, так шел-шел-шел-шел-шел Потом так И вниз Это заснул Значит, на лекции Вот Дело в том, что он Мечтал быть летчиком И поэтому Занимался Помимо института Занимался еще вот Как там Не авиахим Уже после войны было Ну, в общем Короче говоря Ходил В общем В результате времени В результате времени Ну, плюс еще женщины В результате времени Нас он уже Не оставалось И поэтому У Володи, конечно, была Я волнуюсь Заслышу французскую Я волнуюсь Заслышу французскую речь Вспоминаю В далекие годы Я с французом дружил Не забыть наших встреч Там, где неман несет свои воды Там французские летчики В дождь и туман По врагу наносили удары А советские парни В рядах партизан Воевали в долине Луары В небесах мы летали одних Мы теряли друзей боевых Ну, а тем, кому вы положить Надо помнить о них и дружить Ла-да-да-да-та-да-да Да-ла-да-да-та-да-да Ну, а тем, кому вы положить Надо помнить о них и дружить Что ты делаешь нынче, французский собрат Где ты ходишь теперь, где летаешь Не тебя ль окликал я Бонжур, комарат Отвечал ты мне Здравствуй, товарищ Мы с глядей одной Согревались зимой Охраняли друг друга в полете А потом ты в Париж Возвратился домой Нападали на мной самолете В небесах мы летали одних Мы теряли друзей боевых Ну, а тем, кому вы положить Надо помнить о них и дружить Третий куплет дядя Володя не пел почему-то В большинстве случаев Ну, может быть, на то были причины в том, что Его семья была из тех, кто в 37-м году В нашей стране жить весело Не соскучишься Вот, и я тогда, конечно, я к нему подходил Сколько, не знаю, там 3-4-5 лет мне было И просил показать, как играть на этом пианино И, соответственно, первые мои Вот эти вот Это были под его присмотром А песня Давайте я спою еще одну песню Которую я пою Вот ее принес тогда как раз Володя Шепелев И я не знаю, чья она Мы То есть я искал в интернете Нигде ее нету И спрашивал у отца Когда он был жив Отец тоже как бы не знал откуда Ну, сказал, ну, может быть, это вот кого-то из конферансье Может быть, канделате То есть те, кто пели Потому что песня, она вообще завершающая концерт То есть мы только начинаем Но я ее спою Вот Ах, в ауле далеко в горах Жил был один старик Почтенный седяной в годах Он к старости привык Но Рассказал ему дружок Быть хочешь молодым Отправься в горы, старичок И от ищи воды Старик сказал Зачем к отцу Смеешься надо мной В морщинах все мое лицо И возраст мой большой Но Все же в горы он пошел И в полуночный час Родник старик скорее нашел Припал к нему пять раз И вот от первого глотка Не стало седины Глоток второй У старика Морщины все прошли Как и гниль птилоза Стал вдруг стан Отбросил палку он И бывший дряхлым стариком Юнцом вернулся в дом Старуха тоже собралась И спить такой воды Она с волнением дождалась Прихода темноты Ей, муж напутственный Зрек Да не шути с водой Лишь выпьешь пятый Ты глоток Тот час иди домой Ей, муж напутственный Зрек Да не шути с водой Лишь выпьешь пятый Ты глоток Вернешься молодой Жену муж до рассвета Отжидал Потом пошел искать С трудом родник он отыскал И начал ее звать Вдруг Видит, жалобно пыхтя Лежит у той скалы Врожденное дитя С лицом его жены К воде старуха добралась Забыла обо всем Не зная меры А пилась Став месячным дитем Так Мера нам во всем нужна Нельзя нам забывать И шепчет Мера Мне пора Концерт друзья кончать Так Мера нам во всем нужна Нельзя нам забывать Да, вот Я говорю Вот этой песни Нет нигде Я ее услышал тогда Мне повезло У меня практически Вот Очень хорошая музыкальная память Там для того, чтобы послушать Щелкунчик Например, балет Мне нужно просто закрыть глаза И вспомнить Со всей оркестровочкой Там совсем Не все, конечно, запоминается Аиду, например Я так все, наверное, не смогу А щелкунчик У меня в детстве была пластинка И я ее слушал Ну, я не знаю, сколько раз Ну, 40-50 Там, потому что Ну, нравилось Вот И она так запечатлелась И вот Так вот и многие песни Они У меня как-то откладывались И, соответственно Послушав и Володю И прочее Я решил, что, наверное, пришла пора Самому начать писать песни Это был 75-й год Я посмотрел по телевизору Фильм «Капитан Немо» Наш трехсерийный И решил, что все, пора И написал песню Не всю Я написал один куплет Я написал и слова, и музыку Один куплет И половину припева Дальше ноты кончились При этом я даже знал Вот самое интересное Что я помню, что я записывал это нотами То есть мелодию То есть у меня Вот на это Я записывал Хотя в музыкальную школу Еще тогда не ходил Вот Но тем не менее Я, значит Я человек обстоятельный Если мне что нужно Найти, как это Что делается Я же Но вот со стихами Как-то дальше не пошло Да и вот С мелодией тоже Как-то и застопорился Я не буду показывать Этот опус Честное слово Это не стоит того Вот Но как раз тогда Мне попался То есть мне подарили Книжку Крапивина Где были Соответственно Та сторона, где ветер Летчик для особых поручений И мальчик со шпагой Первые две части То есть садники со станции Роса И вот тогда еще Он назывался Мальчик со шпагой То, что вторая часть Потом встала Звездный час И по телевизору Уже тогда показали Этот сериал Причем его показывали Только один раз всего Второй раз Его почему-то На середине прекратили Показ Уж не знаю Чем он там Кому не потрафил Сейчас его нет Не осталось Его не нашли Играли там Соломин В общем Много То есть И там были песни И поэтому Вот этот образ Генки Кузнечика Из этой книги Который сидел С гитарой И играл Он мне запал И я конечно же Выучил песню Которая была у меня И в книжке И вот она прозвучала По телевизору Вот в этом спектакле Самое интересное То есть я сейчас уже Когда искал Многие написали музыку В фильме была музыка Максима Дунаевского Я тогда еще не умел Играть на гитаре Поэтому я пел ее В машине Пел родителям Она была песня длинная В фильме ее было Пять куплетов А потом Значит еще Куплетов Там книжки были Еще Поэтому там В общем Я не скажу Что хватало От дома до дачи Но было Сейчас я не буду петь Совсем длинный вариант Потому что там Куплетов 15 Наверное Не трогай Не трогай Не трогай Не трогай Товарища моего Ему предстоит дорога В тревожный край огневой Туда, где южные звезды У снежных вершин горят Где ветер в орлиные гнезда Уносит все песни подряд Там в бухте развернут парус И парусник ждет гонца Покоя там не осталось Там нет тревога конца Там путь по горам не лег Там враг прицелом приник Молчанье его пулемета Пьет в уши, как детский крик Не надо, не надо, не надо Не надо его будить Ему ни к чему теперь память Мелких забот и обид Пускай перед дальней дорогой Он дома поспит, как все Пока самолет не вздрогнул На стартовой полосе И если в чужом конверте Придет к вам черная весть Не верьте, не верьте, не верьте Что это и вправду есть Убитым быть это слишком Мой друг умереть не мог Вот так и пускай братишка Ему напишет письмо Прощаясь он шпагу как надо Братишке сделать помог Испанское слово эспада По нашему значит клинок Пока рассветы погляны Пока покой не настал В ребячих клинках деревянных Пусть крепнет упругая сталь В ребячих клинках деревянных Пусть крепнет упругая сталь Ну я до сих пор помню эту сцену То есть вот для тех времен Это простите телестудия Как ровесник называлась по-моему Вот то что делала То есть там вот эта сцена Когда значит сон Сережи Каховского То есть в фильме Не знаю Вот я сейчас так закрою глаза Я помню вот эти кадры Вот поэтому громадное впечатление На меня произвело И отчасти конечно это повлияло На мое желание Вот у многих спрашивали Зачем занимались Зачем вы вот гитару взяли в руки Зачем песни стали петь Когда многие говорят Ну конечно девушки Вот когда я ее взял в руки Гитару Не я был влюблен С детского сада Так сказать Со старшей группы детского сада До восьмого класса Была Дикая любовь Но гитару я взял вот из-за крапивина То есть именно Именно из-за него А потом случилось так У меня же отец играл на гитаре На семиструнной правда Ну как играл Баловался Вот А потом У меня братец взял И переделал ее на шестерку То есть причем не просто Перетянул струны там и прочее Он даже поменял колки То есть поставил Они в результате Эти в одну сторону крутились Эти в другую Вот И у нас значит была шестерка Но играть мне на ней он не давал И тут значит я пошел в первый класс А он соответственно в десятый А когда я пошел во второй класс Он поехал в институт Гитару в Москву В Московский институт Стали из плавов А гитару оставил дома И все То есть в общем То есть у меня от ней получился Прямой доступ К этой гитаре И я значит тут же начал на ней Мне не хватало рук на всю гитару Мне хватало рук на три Ну максимум четыре нижних струны Вот Да И аккордов я тоже не знал Но я быстро в общем определился Что в принципе В общем играть то плевое дело Тут Нажимай пару струн Тут вот значит как то там дергай Вот И поэтому когда в феврале Значит 78 года у нас в школе был А я уже играл на скрипке Я с первого класса пошел заниматься на скрипке Вот Поэтому тут уже ноты Я знал все хорошо Скрипку ненавидел жутко А вот гитара да И поэтому когда значит В феврале 78 года у нас в школе Был конкурс в художественной самодеятельности Естественно я там играл на скрипочке Ну куда уж деваться Мальчик Сережа нотик Он учится на скрипке Конечно же его нужно Но я сказал что я буду еще пять песен на гитаре Я вышел Я действительно я играл ее на трех струнах нижних На тонких Рельсы упрямо режут тайгу Дерзко и прямо Зной и пургу Веселей ребята Выпало нам Строить путь железный А короче вам Над нами кружит Наш вертолет А мы утюжим Топ и балок Веселей ребята Выпало нам Строить путь железный А короче вам И сквозь туманы И сквозь года До океанов Общат поезда Веселей ребята Выпало нам Строить путь железный А короче вам Вот как бы так То есть вот это было мое первое выступление на сцене с гитарой И в общем ну это наверное это Наверное это в общем определило И дальнейшее Все я ей занимался Я интернета тогда не было Самое интересное что у меня даже не Не было нигде Хотя Друг А он тоже кстати Он тоже в Москве учился в это время То есть друг Андрея старшего брата Который очень хорошо играл на гитаре Вот он в это время Учился в Москве тоже Вот у меня не было вокруг никого Кто бы даже показал мне три аккорда Но как-то там где-то в общем у меня потихоньку Это дело продвигалось Вот И я говорю Крапивин он все равно за этим делом стоял Потому что в 79 году В журнале Пионер напечатали Колыбельное для брата Вот И там естественно были Как обычно у Крапивина Там есть стихи У которых как бы песни Вот И вот наверное это мой первый опыт Который показать Не стыдно То есть я взял эти стихи Написал песню Принес в школу В школе это никого не впечатлило Да в общем там Вот Поэтому с тех пор я ее не пел Стихи Владислава Крапивина Если А старые марсы Над морстими картами Капитаны с трубками Дым пускали кольцами Споря до утра А у моря плотники Топорами стукали Над ветрами синими А рос корабль А рос корабль А у моря плотники Топорами стукали Над ветрами синими А рос корабль Круто ботий маленький Вырос устал на стапеле И спустился на воду Он в ручный час А потом на рех мы Паруса поставили И как сердце вздрогнул Наш компас А потом на рех мы Паруса поставили И как сердце вздрогнул Наш компас Под лучами яркими Над морстими кручами Положив на планшер Тонкие клинки Мы летим под парусом С рыбами летучими С чайками, с дельфинами На перегонки Мы летим под парусом С рыбами летучими С чайками, с дельфинами На перегонки У крыльца у лавочки Мир пустой и маленький У крыльца у лавочки Куры да трава А взойди на палубу Поднимись до салинга И увидишь дальние острова А взойди на палубу Поднимись до салинга И увидишь дальние острова Исполняется впервые Вот Ну в школе я Я честно говоря ее тогда даже не спел ни на каком конкурсе Я так принес там Вот я песню написал Давайте там это Вот У нас там есть другие песни получше там Не знаю там Ну не в траве сидел кузнечик конечно тогда Но тем не менее Вот В общем вот так вот Ну и плюс ко всему Конечно дома у нас был бобинный магнитофон У нас было два магнитофона Мне повезло В 1976 году Когда последние итальянцы Уезжали из города Тольятти Один итальянец С которым отец работал Очень такой интересный мужчина Ну я его Самое интересное Я его плохо помню Вот Так вот Вот Звали его Роберт Иванович Кацман Настоящий итальянец Ну то есть Ну то есть вот Из инженеров которые Это да Вот И он подарил отцу Это не магнитофон был Это был диктофон Вот Ну вот таких размеров То есть Явно на радио тогда использовались Кассетный Вот Кассет тогда еще Правда было не очень достать Но штуки три он оставил Вот И у него был совершенно шикарный Электритный Конденсаторный Конденсаторный Микрофон Который Брал Вообще все идеально Мона Вот И помимо того что Потом когда появились Кассеты конечно же Там слушали Но этот магнитофон Мне сослужил Очень добрую службу Я просто Я когда Пел песни Для того чтобы понять Что же я пою Я их записывал всегда То есть у меня была Кассета куда я записывал Спел песню Записал ее Вот послушал Ага вот тут вот что то не так И значит И так далее То есть сам себя корректируя Но у нас был большой Бобинный магнитофон Причем это была приставка То есть она работала Либо с наушниками Либо нужно было Усилитель включать Вот И у отца были Значит Бобины В том числе На этих бобинах было Много разных Непонятных слов На одной было написано АКУДЖАВА Вот На другой ВИСБОРГ Вот Вот Сейчас уже вспоминаю Ну не сейчас На самом деле Там лет Там 10-15 назад Когда я вспоминал То что было на этих Кассетах Потом Появился там Года 3-4 назад Этот концерт В сети У Вендерова Где Были Шпаликов В общем Вот Пожалуй Учитель не единственная Запись Шпаликова Вот На квартирнике То есть Была эта запись Была запись Которую я до сих пор Не могу нигде найти Урбанского Несколько песен Урбанский пил В том числе За вагоном Проходит вагон Ту-ду-ду Вот Вот И Был конечно Висбор Был Я не скажу Что меня очень сильно впечатляли Но я все-таки Как-то мне надо было Разнообразить То что я пою И поэтому Иногда я учил там песни Которые С этих бобин Нашел И в частности была Вот эта вот Про любовь конечно же Александр Городницкий Позабыты Недочитанные книжки Над прудами Шумное Веселье Это Бродят Беззаботные Мальчишки По Олеям Парковым Весенним Им смеется Солнышко В зените Дразнятых Далёкие Рассветы Не Женитесь Не Женитесь Не Женитесь Поэты Ненадолго Хватит Вашего Терпенья Черный Снег Над головами Кружек Затерялись Затупившиеся Перья Между Бабьих Ленточек И Кружек Не Нашел Книжны Упрямый Витязь Для Стрельбы Готовы Пистолеты Не Женитесь Не Женитесь Не Женитесь Не Женитесь Поэты Зимний Вечер Над Цветами Над Горами Зимний Вечер Пасмурные Глисты И Грустит Портрет В тяжелой раме Зевают Сонные Туристы Тьет Метель Серебряные Нити В Белый Пух Над Гроби Одеты Не Женитесь Не Женитесь Не Женитесь Поэты Не Женитесь Не Женитесь Не Женитесь Поэты Не Женитесь Наверное, эта песня, она просто у меня перекликалась с тем, вот, то, что сейчас называют, таким, крапивинский мальчик, потому что крапивин, да, для меня тогда был один из главных писателей, стругацкие были уже позже, вот, а здесь все-таки там, это бродят беззаботные мальчишки, вот эта песня мне легла, вот. И, конечно же, это был Высоцкий, конечно же, это был Высоцкий, единственное, что если вот это я еще мог куда-то вытаскивать, то Высоцкого я понимал, что я никогда не спою так, как он, но учить я учил, то есть поэтому, вот, там. Преимущественно внучку чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете рисовал он в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Становится такси, надо съесть, связать шопера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си, а затем оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина, с чемоданом скажет он. Не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно, он вам даст батон за взрывчаткой, отнесете мне потом, а за это друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный себе не так на этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек, обезврежен он и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился берлигрек. Ну и, конечно же, основной источник песен для меня тогда был этот телевизор, потому что были прекрасные наши фильмы, вот, из которых можно было совершенно спокойно все это дело сдирать. Правда, не все можно было, то есть, вот, конечно, хорошая песня «Пора, пора, порадуемся», но попробую ее сыграть на гитаре, ну так, чтобы оно было, вот, действительно, чтобы вот это, но какие-то вещи, например, оттуда, да, то есть, там, вот, например, это там, Как правильно, значит, работать с басом, то есть, вот, бас на гитаре. Две капли сверкнув, сверкнут на дне, Эфес-ладонь согреешь, И жизнь хороша, хороша вдвойне, Коль ей рисковать умеешь. Пуклопа, пуклопа, почему бы и нет? Пуклопа, пуклопа, Коль ей рисковать умеешь. Ну, ну, вот, 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 бас, вот, ту-ту-ту-ту, и вот так вот сидишь, значит, и ты пытаешься, значит, под это дело, значит, потом, слушай, попал, не попал, но опять же, на магнитофон все это дело. О, значит, родители, родители, то есть, там, в 9 часов ты должен ложиться спать, я в 9 не могу, в 10 часов будут показывать, значит, трех мушкетеров, мне нужно записать песни. Ну, в общем, я уламывал родителей, у меня же было самарское время, это же разница в час, то, что здесь все видели, там, кино начиналось, там, вот, программа в 8, в 9, а, значит, у нас же все было на час позже, вот, и я шантажом и прочее, я из родителей добивался все это, иногда они, значит, это, ну, конечно же, главный для меня был композитор, это Геннадий Гладков, потому что, ну, столько же хороших песен, но его же тоже фиг подберешь, поэтому, вот, например, этот, это я сейчас еще могу, а тогда я так не мог, нет, я не плачу, я не рыдаю, вот это у меня не получалось, я долго ее мучил на гитаре, у меня ничего не выходило, там, все, вот, а вот это вот получилось. Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд, Снимите, продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход К чему здесь ваш сход, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там и тут Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, Налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волонам В бурном море людей событий, не щадя живота свою Совершите вы массу открытий, иногда не желая того Ах, знаю, 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 порядок есть порядок, все клады и находки учтены Записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами все защищены Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю, наперед И значит, мы не станем, значит, мы не будем покупать билет на пароход Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, Налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волонам В бурном море людей событий, не щадя живота свою Совершите вы массу открытий, иногда не желая того Ну, конечно, там и собака на сене Конечно, это было, когда Там ведь очень сложный проход есть, вот когда Вот это вот подбирал, я мучился, черт знает сколько Ну, давайте Ваше благородие, госпожа разлука Мы с тобой родня давно, вот какая штука Писемица в конверте, погоди, не рви Не везет мне в смерти, повезет в любви Писемица в конверте, погоди, не рви Не везет мне в смерти, повезет в любви Ваше благородие, госпожа... Нет, чужбина третья была, госпожа... Удача, госпожа удача, для кого ты добрая, А кому иначе, девять граммов сердца Постой и не зови, не везет мне в смерти, Повезет в любви, девять граммов сердца Постой и не зови, не везет мне в смерти, Повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, Жарко обнимала ты, да только не любила, В ласковые сети постой и не лови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой и не лови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, моя песенка до конца не спета, Перестаньте черти клясться на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте черти клясться на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ну, надо сказать, что хотя мои родители Упорно пытались сделать так, чтобы я Закончил именно по классу скрипки, Музыкальную школу, я ее закончил все-таки. Вот, тем не менее они, ну, поощряли и то, Тем, что я занимаюсь на гитаре сам. Вот, и, ну, вот, у нас же была проблема, Что когда сзади втыкаешь, чтобы записывать На магнитофон, то звук в телевизоре пропадал. Ну, все шло, на магнитофон записывалось, Ну, понятно же, ну, как там, наушник. Вот, отец поковырялся, значит, в телевизоре Сзади, и после этого можно было спокойно записывать. И все могли смотреть, значит, кино, А я, значит, в нужный момент давил, значит, Эти две кнопки записаны, вот, и у меня, соответственно, Все это дело записывалось, и потом я, значит, Оттуда все это дело разбирал. И отец привез из Москвы, где-то он в каком-то Музыкальном магазине нашел вот такую вот Металлическую фигню с крутящимся, значит, Это, это аккорды. И вот это вот, я, правда, конечно, покопался, Я понял, что первые там пять-шесть-семь я и так Уже знаю верхних столбиков, но там были какие-то аккорды, Которые я вообще не знал. И, конечно же, аккорды были вот в этих вот сборниках во многих. Там уже стояли там АМ, ДМ и так далее. Ну, а ноты я знал, поэтому, поэтому, в общем, Как-то так продвигался дальше. И, конечно, Когда я смог подобрать нормально песни, Которые звучали в фильме с легким паром, Наверное, это была одна из таких вот Действительно точек важных в моей жизни. То есть, ну, вот я учился на том, что было. То есть, Гладков, и вот тут вот Ривердиев и Нититин. Просто это же ведь песни не просто там, Ну, у других там вот эта песня Верещадин, То есть, это Верещадин ее поет, да? Потом там, к примеру, это Остап Бендер поет. А здесь просто песни, которые не привязаны к тем, Кто их поет. То есть, хотя там есть ария московского гостя, Но это персонажи поют эти песни просто потому, Что они действительно поют песни, Хорошие песни и все. То есть, это песни, которые совершенно спокойно живут в фильме, И могут жить совершенно отдельно от фильма. И вот это вот было для меня таким небольшим открытием. Со мною вот что происходит, Ко мне мой старый друг не ходит, А ходят в праздной суете Разнообразные детей. И он с другими ходит где-то, И тоже понимает это, И наш раздор не объясним, Мы гордо мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, Совсем не так ко мне приходит, Мне руки на плечи кладет, И у другой меня крадет. А то и скажите Бога ради, Кому на плечи руки класть, Та, у которой я украден в отместку, Тоже станет красть, Не сразу этим же ответит, А будет жить с собой в борьбе, И неосознанно наветит Кого-то дальнего себе. О, сколько нервных И недушных связей, Дружб ненужных Во мне уже осотоненность. Эй, кто-нибудь, Приди наружь Чужих людей соединенность И разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, Ко мне мой старый друг не ходит, А ходят в праздные суете, Разнообразные не те. Со мною вот что происходит, Со мною вот что происходит, Со мною вот что происходит. но понятно пионерской организации а потом у меня наступил комсомол вот в девятом классе мне избрали комсорган чего и просто вот это было вот я оттуда слинял после девятого класса сказал все мне здоровья не позволяет нервов вот-вот не из комсомола из комсоргов вот но у нас был комитет комсомолу причем комитет комсомола был хороший практически помимо всего прочего я торчал там и в девятом классе в девятом классе это в общем а там ребята играли на детд переод там ребята играли на гитрери оттуда я много чего взял и соответственно я понимаю что он был такой орляцкий орленовский так сказать набор песен как это и орляцкие песни вот да то есть отличающиеся зачастую от того чтобы написали когда-то авторы но все там ребята надо верить чудеса то есть все знают этот вариант как раз там где а без друзей на свете невозможно было бы жить ну а как и как без пионерлагере петь по без любви на свете невозможно было бы жить то есть понятно все были такие литованные песенки но тем не менее юрий висборг это именно оттуда пахнет луна сосной по тишине лесной катится по траве и велосипед медленно цепь кручу еду куда хочу шины на колесе ширкают парасек то ли вдали лимана то ли вблизи туман то ли блестит костел толь горит костер а кто это там у костра да это ж моя сестра нет это моя жена да нет это просто весна рядом сидит пацан худенький сам с лица и кандидат мужья боже да это же я я на себя гляжу нету чудес тверджу нету чудес но все же я это я похож дым от костра встает парень обнял и и я не пошел костра я за шагал к утру мимо огня крови мимо своей любви вот так а а в десятом классе оказалось что у нас в школе еще действует тур секция вот володя руденко андрей новоселов спасибо большое им я сто лет их уже не видел наверное очень давно вот и они нас таскали значит и мы поехали на фестиваль золотая осень я тогда узнал чтобы есть фестивали оказывается туристы и в палате то есть родители отпустили я ночевал палате вот и соответственно были туристы и песни некоторые из них я до сих пор не могу найти то есть например было это а вот и не вспомнил но в туристских песнях есть же свое очарование вот взять например замечательную песню которую тогда очень пели песня бориса браславского самый настоящий туристская песня это красота глагульных рифом ночью костер ласково светится звездный простор медленно вертится стелется дым и обязательно должно быть что-то такое трагическое Ночь без костра, Грустная женщина, Как пустота, Летниковая трещина. И стелется дым, Дым, дым. Куда теперь денешься? Станешь седым, Как дым, Но не изменишься. И про любовь там должен быть куплет обязательно. Любовь не поймет. Березкою тонкою Костер обойдет. Где-то сторонкою Стелется дым, Дым, дым. Куда теперь денешься? Станешь седым, Как дым, Но не изменишься. И обязательно должен быть какой-нибудь Юмористический куплет в песне. Ну а как иначе? В общем, походу же всякое случается. Это авторский вариант. Я не шучу, это не последующая дописка. Это вот в оригинале так у Бориса Брославского. 60 какой-то год. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Куда теперь денешься? Станешь седым, Как дым, Но не изменишься. Какая гениальная рифма. Дым, дым. Денешься, изменишься. То есть, и самое интересное, а песен-то ведь есть. Вот как бы песен-то получается, есть настроение, есть все. Чего еще нужно для песни? Вот в девятом классе мы с ними ходили, и в конце июня Валера Руденко мне сказал, Сережа, ты знаешь, у нас есть такой клуб самодеятельной песни, где собираются ребята и прочее. И дал адресок, значит, куда там, молодежный центр, комната такая-то, Николай Анатольевич. Вот как это, как шифровку там. Вот так вот мне ее передал. И 5 августа у отца был день рождения, но мы отметили его раньше. Значит, то есть днем были гости. И 5 августа я пошел туда. Ну и дальше я расскажу в следующей серии. АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно же на самом таком, вы понимаете. Вот. Да, да. А? Ну, антракт. Антракт. Дорогие друзья, да, антракт. Да. Ну, во-первых, я понимаю, что тут жарко, что нас тут куча народу, и надо проветрить это раз. Кому-то надо покурить. Вот. А, значит, во втором отделении, если кто-то хочет меня отдельно там что-нибудь, да, облобызать и прочее, это можно будет сделать. Чем этого будет меньше, тем длиннее будет вторая серия. Вот. Спасибо большое, друзья. Я надеюсь, я не сильно вас утомил. Что, нормально? АПЛОДИСМЕНТЫ Как всю жизнь катался. А ножка, ножка, ножка. А ласточка, ласточка. А попрыгнуть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил К nonprofit поскольку этот прокатился на самокате вот но ничего так не хил хороший заработок я так скажу легкие деньги вот да поскольку я прокатился на самокате сейчас немножечко отдышусь а те кто хочет потому что я знаю что были люди кто хотел выйти на сцену в этот промежуток вот можно это сделать пока я выдыхаю я поскольку сергея знаю наверное меньше чем многие из вас то поздравление будет такое коротенькое вот зато мне есть красивая открытка как раз в тему вот да я написал коротенько поздравление за основу взял мелодию очень известной песни юрия кукина юбилей это братцы не шутка 50 это знаете веха юбилей это стресс для желудка и печенки увы не до смеха поздравления застолья и гости из краев отдаленных и близких но на самом-то деле 50 просто маленький мостик между двумя половинками жизни пусть пройдет по нему неизменным все что близко и дорого в мире дом работа гитара и сцена люди песни и голос в эфире пусть как прежде любимые звуки заставляют тебя улыбаться 50 50 это так же как 20 поздравляю ну вот концу девятого класса я уже знал что такое компьютер отец у меня несмотря на то что ему было уже восемьдесят пятый год он с тридцать второго пятьдесят с лишним лет он увлекся компьютерами и стал начальником машины тогда была такая должность и поэтому у меня сборник песен был не просто так отпечатан на алфавитно-цифровом принтере который еще отпечатал так это вот и был такой толстенный и после девятого класса как раз в августе мы с отцом поехали по военно-грузинской дороге вот у меня был этот сборник и я там пел песен уже не переставая часть из них я уже сейчас не помню и вроде бы как бы вот это вот должно было быть для меня тоже вехой ух ты вот но главное для меня случилось что 5 августа до того как поехать я попал в клуб самодеятельной песни струк город Тольятти как раз у меня был адресочек я туда пришел там несколько человек всего сидит но гитара была вот я вначале там сидел в уголке ну чё ну тут все взрослые люди ну для меня по крайней мере я считал что довольно все уже а я вообще не знаю там никто ничего вот ну потом нет ну чё пришел ну давай возьми в руки а это была вот эта песня она на тот момент у меня был наверное вот не хит но по крайней мере лучше ее на деталь сложнее ее на деталь я не играл ничего никого не будет в доме кроме сумерек один зимний день сквозном проеме не задернутых городей не задернутых городей только белых мокрых конек быстрый промерк маховой и только крыши снег и кроме крыши снега никого крыши снега никого и опять зачертит и и опять завертит мной прошлогодние унынье и дела зимы иной и дела зимы иной но нежданно по портьере пробежит вторженья дрожь тишину шагами меря тишину шагами меря тишину шагами меря ты как в будущность войдешь ты появишься у двери в чем-то белом без причуд в чем-то впрямь из тех материй из которых хлопья шьют из которых хлопья шьют никого не будет в доме кроме сумерек один зимний день сквозно в проеме не задернутых городе не задернутых городе я сыграл и тут валивается толпа народу и начинают рассказывать это понедельник был начинают рассказывать о том как они всю ночь трахались с Катькой нет тогда еще в общем это это не было вот насколько сейчас но тем не менее вот это вот и я вообще в недоумении уже там спустя там минут 15 я начал что-то понимать что Катька это ял вот ну название у него такое значит они были на той стороне делали значит точку после фестиваля на этом яле после кругосветки вот и у нее треснуло мачта и невозможно было поставить нормально парус значит на хорошее это а ветер был встречный весело на шестерке было рабочих 4 потому что два они пытаясь грести угрох значит и в общем они с той стороны Волги в воскресенье в общем они добрались часа в 4 утра только до этой стороны учитывая что должны были добраться где-то в 6 вечера то есть при нормальной то есть погода стояла так что им выходить из Устья Усы в общем пришлось то есть их просто ветром сносило обратно вот соответственно с утра всем на работу это как бы это все Волжский автомобильный завод 7 утра на работу вот они значит только в 6 утра добрались до пляжа даже не до стоянки яла до пляжа тот у кого значит там было попроще они в общем короче все это дело мне рассказывали я ошарашенный значит сидел все это дело слушал вот потом несколько остановили вот тут парнишка пришел новый дали в руки гитару я еще раз сыграл эту песню ты на чем-нибудь еще играешь я сказал на скрипке сказали все понятно так Ирочка Иришка вот к тебе третий человек и так образовалось трио Андрея Щипотина Ирина Щипотина и Сергей Нотик тогда было безумно популярно тогда как раз вот только вылезло трио мультики вот ну помню 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 многие их то есть челябинское вот и соответственно по всей стране пошли естественно что петь эти песни нужно же тоже соответствовать а там скрипка значит гитара и женский голос причем такой вот детский вот и мы соответственно взяли и их репертуар пошли с то есть мне пришлось ненавистную скрипку обратно взять в руки учить все эти песни но 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 песни то хорошие вот мало что дожило наверное до этих дней потому что мало кто их поет все-таки это нужно действительно это театральное произведение больше они песенные но тем не менее я возьму ведро ну а я совок и пойдем во двор во дворе снежок и пусть дед мороз ущипнется нос но пока светло в шубке нам тепло бабу мы будем строить снежную бабу пусть удивятся мама и папа когда увидят что будет выше самой высокой в городе крыши та снежная баба та снежная баба та снежная баба та снежная баба мне не повезло снега больше нет а морковку брат а морковку брат съел еще в обед а метлу опять дворника отобрал а не будет так чтобы я скучал деду мы будем строить снежную деду пусть удивятся все домоседы когда увидят что будет выше самой высокой в городе крыши та снежная деда та снежная деда та снежная деда ну вот тут я взял песню в которой не надо пиликать на скрипте потому что в общем иначе много теряется и вот вот наверное вот на этом вот я я в общем вписался туда и мы стали ездить по фестивалям то есть ну по окрестным вот потому что ну вот ой спасибо потому что все таки наверное было два места где обменивались песнями одно из них это были фестивали потому что там узнавались новые песни вот и конечно же я смотрел за всеми кто был рядом вот Андрюшка Щипатин он играл на гитаре в каких-то местах лучше меня а он играл много Суханова и я соответственно за этим за всем смотрел и я иду и я иду Спят, спят мышата, спят ежата, Медвежата, медвежата и ребята, Все, все уснули до рассвета, Лишь зеленая карета, Лишь зеленая карета, Мчится, мчится в вышине, В серебристой тишине, В шесть коней разгоряченных, Шляпах алых и зеленых над землей, Несутся вскачь на запятках черных грач, Не угнаться за каретой, Веть весна в карете этой, Веть весна в карете этой. Спите, 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 медвежата, Медвежата, медвежата и ребята, В самый, в самый, в самый тихий ранний час, Звон подков разбудит вас, Звон подков разбудит вас, Только глянешь из окна, На дворе стоит весна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот этот проход, который играется у Суханова, он его поет, А вот это вот, это я, конечно, Андрюша Чипатина вот подсмотрел и слезал. Вот, ну, а дальше у нас был на следующий год уже после десятого класса Летом Захаровский фестиваль. Вот, это фестиваль, который, честно говоря, он, по-моему, даже старше Грушинского. Ну, он маленький, небольшой городской фестиваль, вот, Тольяттинский. И я туда впервые пошел в конкурс. В жюри был Юра Левшиц, Тольяттинский, ну, известный бард. Вот, и я полез двое песни. Первая это была, конечно... Мне сказали, нет, вот ее, наверное... Нет, не надо. А вторая была песня Берковского на стихе Юрия Рьютанского. То есть за зиму я, наверное, повысил свое количество песен несколько раз, потому что... Ведь что в клубе было, помимо всего прочего? В клубе... Это сейчас есть интернет, и поэтому каждый может сам по себе. А тогда в клубе был песенный архив, можно было взять песни переписать, потому что были эти папочки по авторам буквально, там все расписаны песни. Там неизвестных авторов, толстая папочка, потому что кто автор этих песен, никто не знал, но песни были хорошие. Вот, значит... И кроме того, были еще магнитные записи, которые... Руководителем клуба был Коля Черков Николай Анатольевич. Вот, и можно было у него взять, и, соответственно, у меня вот попался... Одним из первых он мне дал Берковского, сказал, на, вот тебе Берковский. Я слушал Берковского и выучил тогда десятка два-три его песен. И вот с одной я пошел тогда на конкурс и стал вторым. Стихи Юрия Левитанского Это город, и еще рано, полусумрак, полусвет, А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно разгорается окно, Возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механика, ради Бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резки, это светополоса Заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер, Этот равногениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные кусти, Ликования и отчаяния, веселья и кости. А потом придут оттенки, а потом полутона, То уменье, да свобода, что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость тоже станет вне сейчас, Детством первыми шагами тех, Что будут после нас жить, Участвовать в событиях, пить и любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино. Но великой этой драме Я со всеми наравне Тоже в сущности играю Роль, отведенную мне. Даже если где-то с краю Перед камерой стою, Даже тем, что не играю, Я играю роль свою. Все проходит в этом мире, Снег сменяется дождем, Все проходит, все проходит, Мы пришли и мы уйдем. Все проходит и уходит В никуда из ничего. Все проходит, Но бесследно не проходит ничего, Потому что в этой драме Будь ты, шут или король, Дважды роли не играют, Только раз играют роли Над собственной ролью. Плачья и хохочу, По возможности достойно Доиграть ее хочу, Ведь не мелкою монетой Жизнью собственной плачу, И за то, что горько плачу, И за то, что хохочу, О, как трудно, как прекрасно Пить, любить, идти на дно. Жизнь моя кинематограф, Черно-белое кино. Наверное, все-таки я тогда Не очень Хорошо понимал, О чем эта песня, все-таки, Ну, извините, там, 10 класс. Вот, но тем не менее, Вот она как-то, вот такие песни Мне западали в душу. А было у нас в клубе Много разных Интересных коллективов. Во-первых, мы Очень много пели хором. То есть, у нас была песня, Которую мы там раскладывали На 6, на 7 голосов. И показывать их сейчас Вот в одиночку, это Занятие... То есть, я их очень люблю до сих пор. Иногда мы там собираемся, Правда, небольшими такими кучками, Там по 3, по 4 человека. Вот то, что осталось из тех, Кто тогда ходил, И вспоминаем эти песни. Но мы все в разных местах. Коля Черков живет во Франции. Макс Чикала в Штатах. Вот. Кто-то остался в Тольятти еще. Вот. Кого-то просто уже нет. Вот, по-разному бывает. Кто-то вообще забросил все это дело, Потому что другие дела есть более интересные. Вот было замечательное совершенно Мужское трио. Эбель, Топоров, Бударин. Юрка Эбель, Серега Топоров и Олежка Бударин. Вот. Такие брутальные, мужские Эбель. Немец, рыжий, здоровый такой, Со здоровыми лапами касается, Аж не в плечах. Вот. Топоров. Он такой парадой, цыганского вида. Олежка Бударин. Да я не знаю, как описать. Он, он, он был, он был обычный. Но все равно, как бы, вот это вот. И пили они, очень много пили они Суханова. В комнате темно, в комнате беда, Кончилось вино, кончилась еда, Кончилась вода, вдруг на этаже, Отчего ж тогда, пусто на душе? Отчего ж тогда, весело в душе? В комнате давно, кончилась беда, Есть у нас вино, есть у нас еда, И давно вода, есть на этаже, Отчего ж тогда, пусто на душе? Ранью порой, омрачая мир, Шел понурый строй, Рядом конвоир, а душе в ночи Снился дивный сон, Верба, игрочи, колокольный звон. Девушке весной я дарил кольцо, С лаской и тоской ей глядело в лицо, Холодна была у нее ладонь, Но сжигал до тла душу мне огонь. Постучали в дверь, открывать не стал, Я с людьми не зверь, просто я устал. Может быть, меня ждет за дверью друг, Может быть, родня, а в душе испуг. В комнате покой всем гостям почет, Полною рекой жизнь моя течет, Выйду не спеша и вокруг взгляну, Окуните душа в чистую волну. А Юрк писал песни, писал музыку. Я не знаю, то есть он никогда их практически не пел, Но вот одну песню я у него запомнил, Потом нашел уже чьи стихи, Потому что я к нему тогда... Он говорит, я не помню чьи стихи. Я долго их искал, сейчас, когда появился интернет, Это стало возможным, И поэтому, когда я забил, наконец, года два назад, Эти строчки в очередной раз забил в интернет, И мне вылезло, что это Глеб Горбовский. Вот. А музыка Юрия Эбеля. Обломок пня, Ох, обкосучьих огня и дыма, Варахат, Обсушишь в ноде сразу лучше, Захочешь есть в реке уха. Дрожащий свет забрался в зелень, И заблудился в трех соснах, Холодный ветер еле-еле Перебирался полный сна. Костер ворчит, я понимаю, Ведь он живой, поспать не прочь, Но как уснуть, когда такая Холодная под боком ночь? Костер я на всё кругу, Настолько двое-два звена Живых, не признающих сна, Почти похожих друг на друга. Костер я на всё кругу, Настолько двое-два звена Живых, не признающих сна, Почти похожих друг на друга. ну и понятное дело я как молодой я пытал юрку он был значительно старше типа как писать музыку как вот я многое тоже на гитаре подсмотрел и у топорова у которого были красивые басы и у юрке который вот тоже очень интересно некоторые вещи делал вот всему учился и и да попался мне сборничек вот ты блин сейчас посмотрю я не написал кто автор сейчас да простит меня автор потому что ты известный поэт автор стихов я где не помню наверное кушнер все таки вот и поэтому я взял и попробовал написать песню это был очередной мой опыт который я посчитал неудачным вот я ее тоже недолго я уже в питере здесь его показывал на на концертах а тогда в тольятти и так никому не показал и 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 Не рисовать, не сочинять, ему не петь В бюрократической машине той скрипеть Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор Куда удачливее Эрнста Теодор Придя домой, превозмогая боль в плече Он пишет повести ночами при свече Он пишет повести, а сердцу все грустней Тогда приходит к Теодору Амаде Гость удивительный и самый дорогой Он словно Моцарт машет в воздухе рукой На Фридрихштрассе Гохман кофе пьет и ест На Фридрихштрассе, говорит тихонько Эрнст Ах, нет, направо умоляет Теодор Идем налево, оба слышат, и во двор Играет плита еле-еле во дворе Как будто школьник водит пальцем в уговоре Но все равно она вздыхает о модель Судебных записей милей и повестей А? Кушнер Вот А еще вот где-то там же там я год-год или два в клуб ходил, когда опа, и появляется парнишка такой Слегка с московским говором Он два года отучился в Москве Вот, в универе Вот Играл на гитаре Я просто, я офигел, честно Я Вот В МГУ Знал Ивашенко Васильева, по крайней мере, бывал на их концертах У него есть их записи и пел их песни А они тогда вот, как бы, они на Грушинском-то прогремели Но записей-то еще толком не было-то, в общем, вот и кто А он привез оттуда записи Вот Это было, это было волшебство просто какое-то И самое главное, что он играл так Я вообще не представлял, что такие вещи можно на гитаре делать Вот А он, и я, конечно, все, я к Валерте прилип Я лучше подбирал Но вот То, что Звукоизвлечение и прочее Валерка надо мной трудился Он, в результате, он забросил авторскую песню Он ушел в гитару Причем, ну, классическое это назвать сложно Вот, потому что Классическое, то есть, это вот Иванов Крамской Вот, нет, это современная гитара Великолепность Великолепный играл Он ученик Владимира Устинова Тоже покойного на него уже Гитариста великолепного совершенно Вот И сам Валерка ушел пару лет назад Очень рано То есть, он старше меня Ну, на На несколько лет всего Вот И я у него, конечно, иваси Все, иваси для меня На долгое время стали вот той вот планкой Не нашей жизни, как доски забора Тянутся вечность вдали исчезая Вечный стандарт Вот колодец, в котором Серую краску для жизни черпаем Серые лети шаблонов проклятых Оригинальности краской расцветив Можно пройтись на руках по канату Или ногой сыграть на кварнень Ради одной из сенсаций недели Грех не испробовать все варианты Кто-то поэта убьет на дуэли Выстрелит кто-то пять раз в музыканта Кто-то отвергнул все нормы морали Мир исказит в эротическом свете Кто-то пройдет по гвоздям без сандалий Или сыграет ногой на кварнете Боже, как просто я пушный, я гой А я Пикассо, я рисую портреты Кисть зажимаю я левой ногою Правой технично касаюсь кварнета Да, я кумир, только слова я знаю Недолговечно и нет мне покоя Кто-то уже на органе играет Импровизируя левой ногой Так уж выходит, что наши уловки Нам ничего, кроме фальша, не дали Точен, как функция Баха Чайковский Прост, как гармония, но гениален То-то и есть преткновение камень Что если долго карпит над кларнетом Можно сыграть на нем даже ногами Можно, но счастье, наверное, не в этом Ну вот, вот это вот Вот это вот, вот то, что я никогда Как это на гитаре играть Как это возможно Я, ааа, все это Это было для меня То есть на долгие годы Вот это вот изучение того Как же, как же это был такой Наркотик Вот, и конечно, вот одна из самых сложных вещей, наверное КОНЕЦ Ты в туфельках истоптанных не хочешь Ходить на рынок на виду у всех И покупать поношенные платья Любимая, мы нищеты не любим Как этого желают богачи Ее мы вырвем, словно зуб гнилой Застрявший в самом сердце человека Но я прошу, ты нищеты не бойся И если в дом тебе она войдет То не прогонит сгуб твоих улыбки Любимая, ты вспомнил этот миг Что я слежу кратко за тобой Что я и ты огромное богатство Какого в мире не было и нет Это стихи Пабло Неруда И вот это вот И понятное дело, что когда я научился это делать На это ушло много времени Когда я научился это делать То То оно перекочевало и в другие песни Потому что стало намного легче играть То есть вот То, что я играл Это вот уже поздний вариант Потому что когда я играл То есть все было гораздо сложнее Когда я играл тогда в молодости Сейчас я упростился Вот Но песни приходили по-разному То есть Ну фестивали это в первую очередь Потому что Грушинский фестиваль Вот он у тебя рядом Но были люди, которые ходили в походы Из походов они привозили песни Совершенно удивительные В которых неизвестно было ни автора Зачастую они настолько отличались От того, что пел автор Причем в лучшую сторону У нас был Сашка Егоров Который отличался Он и сейчас есть То есть мы виделись Когда я в феврале был Он отличался удивительным подбором песен То есть Вот есть люди Вот они поют песни И ты понимаешь Что любую из песен Которые они поют Ты возьмешь себе Потому что она тебе подходит Вот просто это У него был не очень большой репертуар Но все песни Которые были Они были Вот ребята Такие И он их привозил Он их привозил из походов Где в общем Вот они такие же Такие Где-то там на стоянках Пересекались Не знаю Он водник Вот И вот одна из Любимейших песен Которые опять-таки Я вот ее пою В варианте Который пришел Вот от Саши Егорова И он мне нравится Больше чем авторский вариант Вот Это Вань Кожук Песня Николая Шепилова А можно мне Глоточек чего-нибудь Такого Красненького Здравствуй, Ванька Ванька Жуков Без тебя мне Грустно, жутко Даже никому Не в шутку Написать Десяток фраз Жизнь моя Переменилась Словно мессер Задымилась Сделай Божицкую милость Приезжай Ко мне Сейчас Я куплю Крючок И леску Леденцы И в цирк Билеты Золоченые Орехи И железный Сундучок Мы помчимся По желесте На другой Конец Планеты И на прежние Огрехи Плюнем мы Через плечо Пусть придут Из райсобеса Секретарь И участковый Где же им Понять Волвесом Дуракам Корадовым Пусть я Не имею Веса Пусть я В жизни Бестолковый Но тебе Не дам В обиду Я не мертв Не живым Вот и все Писать кончаю До свидания Друг Ванюшка Я ночую По дружке Ей мешает Верхний свет Мне сейчас бы Рюмку Чаю Или лучше Водки Кружку Да Любимую Игрушку Пачку Крепких Сигарет Ну и конечно Коля Черков Который был Руководителем Клуба У которого Не было Голоса Он его Сорвал По легенде Которую Он рассказывал Вы наверное Помните Этот известный Матч Между нами И профессионалами Канадцами Который был В Москве Вот Он стоял В очереди Всю ночь Это зимой Ж было Вот Причем В легонькой Обуви Как в этом Говорит Обувь У вас На тоненькой Подошве Да И в результате После этого Свалился И голос У него Исчез Вот Поэтому У него Был Хрип Но Пел он Им так Что В общем Многие Имеющие Голос Могли бы Позавидовать Потому что Ну если Нет голоса То ты Начинаешь Уже Брать Чем-то Другим Он Не играл Совершенно Там Вот Фантастическую Гитаре Вот Нет Он Совершенно Нормальная Игра Правда Он Любил Делать Вот Потише Сделать То есть Вот Басы Да Я Вот Из-за него До сих пор Дергаю Очень активно Вот Но Ему Этого Хватало Для того Чтобы Передать Все Что Нужно И Очень Многие Песни Интонации Которые Я пою Они Взяты Конечно Ж От Него Вот Даю Здоровье В этой Солнечной Франции Вот Мы Виделись Прошлым Летом И Он Конечно Он Вот Это Он Все Систематизировал Вот Эти Вот Там Песень Коллекции Эти С песнями Значит И И Конечно Толкал Нас Потому Что Мы Делали Очень Многое Там Мы Делали Какие То Представления Там И Значит В Какой То Момент Когда Никитин Начал Петь Кусти Из Мюзикла Предложение Которое Что Это В Афрате Потом В результате Стало Спектаклем И Мы Соответственно Это Делали Коля Черков Он Был Значит Помещиком Старым А я Вот Этот Молодой Который Пришел А Ирка Чапатина У Нас Соответственно Женскую Партию Играла Голубушка Моя Ивана Васильевич Ходите Смело Степан Степаныч Я Степан Степаныч Я Я был Молодой Худой Вот А Коля Такой Крепенький И соответственно И пел Он Хриповато А я Вот Это Степан Степаныч Я Говорите Что У Вас Зад Дело К Чему Сифра Голубушка Моя Зачем Душа Моя Так Чинно Эти Мы Соседи Как Никак Соседи Как Никак Так Чем Прик Прик Размазывайте Амгела Моя Что Надо Говорите В раз, сейчас, сейчас Простите за то, что слова бестолковы За дерзость, простите меня Ведь правда нам лобов, вы чубуковы Роднее, чем родная родня Я чувствую сердцем, я знаю, наверное Что раз земли так чудно блести Вот и приехал просить дерзновенно Настасьи Степанной руки Повторите еще раз, охмусенька, Дуся Красивые эти слова Я так рад, что ушам в своей вере не боюсь И кругом пошла голова Так я на согласие Настасьи Степанной Рассчитывать все же могу Голубушка, душенька, вы желанны Скорей за ней побегу Где-то так было А, и основная ария, которую пил я То есть я был, сколько, ну, 22, 23, 24, наверное Мне 35 Пора Так в одиночестве печальный вечер Так в одиночестве Господи, так в одиночестве Мне 35 Пора Так в одиночестве печальный вечера Что хоть на стенку провались И вот я здесь, и вот я здесь Я так волнуюсь, я мучительно дрожу Но лишь войдет она, я сразу ей скажу Скажу ей сразу Мне тридцать пять пора Поверьте, я уже не тот, что вы вчера Прошу вас быть моей женою Любовь и радость делить со мною Я без ответа не уйду домой О, жалкий возраст мой Ну и, конечно, хитом был наш дуэт с Колей Черковым То есть это песня Александра Назарова Коля ее приволок и сказал Значит, будем петь мы вдвоем От тебя там практически ничего не требуется Вот, у тебя слов очень мало Но играть будешь, то есть играл я Значит, это Он переделал слова То есть он Николай, я Сергей Поэтому он оригинальные слова, которые были Переделал под это дело И спустя несколько лет, когда Назаров приехал На Грушинский фестиваль и начал петь Свою песню в оригинальном исполнении Народ был в недоумении А почему имена-то другие В этой песне Потому что мы уже на Грушу с этой песней застолбили Так свое Это диалог Двух Людей Один опытный Очень Вот, а второй еще начинающий Вот я как раз был начинающим А Коля, он со своей хрипотцой Он был опытным Нажата нет Отламывай зубами Поставь на стол Смотри, не урони Как говорится За знакомство с вами Ты молодец Друзей всегда цени Пошла, родная Ой, как горло щипет Че ты понимаешь, молодой Зато не будет всякой разной сыпи Одним спидутом Какой другой Вы рассказать хотели мне про море Все помню Море волны синева Из личной жизни тысячи историй Тебе услышать предстоит Но Закушу сперва Так вот, однажды Около Стамбулу Когда мы шли Из Африти домой На нас напала Хищная акула Подибли двое Кэп и рулевой Все б ничего Но погибает катер Ведь нет на судне Главного лица Я стянул тельник парусиновый на баке И обрубил акулищу пальца Ох, брат Как ты мне душу растревожил Давай еще Ну, полнее наливай Тебя как звать? Меня? Сережа Ну, молодец Я тоже, Николай Так я про че? Про то, как обрубили Все правильно Я ей сказал Хорош Меня насильно На тебя женили А твой сынок На маслова Похож Давай Спокойно Лучше Без скандала Подруг Жизни Больше Мешь Чем я А 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 Как ты мне душу растревожил Дай Ну, полнее Наливай Тебя Как звать? Меня Сережа Ну, молодец Я тоже, Николай Так я про че? Вы О Вашем Браке Какой там брак? Он все придумал, гад Из-за него Из-за хромой собаки Теперь на премию дотянут, говорят Подумаешь На ровном месте Шишка А выступает Вот ты чей посол Я тоже не какой-нибудь мальчишка Я, говорит, шесть заводов Обошел Гад Как ты мне душу растревожил Ну, давай скорей По новой Наливай Тебя Как Говорю Сережа Ну, черт с тобой Я тоже, Николай Так я про че? Вы Что-то о заводе Все правильно Я сам себя боюсь Стоит мне хлебнуть Я, Сережа Я, Сережа Ничего Я Хрен с тобой Я тоже, Николай А про акулу Про акулу? А! О, Хавастамбулу Когда мы шли из Арктики домой Я, Хавастамбулу Я, Хавастамбулу Я, Хавастамбулу Я, Хавастамбулу Вот Вот такие вот у нас были Ну, и, конечно Одна из любимых Колиных песен Которая стала Любимой моей От него я люблю Висбора Потому что мы как-то Сидели на фестивале Я еще тогда был молодой Достаточный Опыт У меня Они пели Висбора До утра То есть просто Вот там На две детары Коля был Я не помню Кто вместе с ним И они передавали детары Друг другу То есть Пели песни Висбора Вот И Многие интонации Я говорю Это, конечно Его Обучая играть На детали Ледокольщика Сашу Седых Ледокол По торосу Ударит Саш Крепче Прихватит Лады Ученик Мне достал Все упрямый Он струну теребит От души У него На столе Телеграмма Разлюбил Прощай Не пиши Улыбаясь На фотокартинке С нами Дама В рядах Колесит Нью-Игарка Мадам Лос-Дудинка Иностранный Поселок Тексит Я Гитарой Не сильно Владею И С ладами Порой Не влада Обучался У местных Злодеев В тополиных Московских Дворах Но Для Саши Я Бог Между прочим Без Гитарой Его Не житье Странным Именем Висбор Иосич Он мне Дарит Почтение Своё Улыбаясь На фотокартинке С нами Дама В рядах Колесит Нью-Игар Комадам Лос-Дудинка Иностранный Поселок Тексит Ах Коварная Это коварство Дальнобойный Имеет До горбу Оборона Теперь И лекарство Семь гитарных Потрёпанных Стру Говорит Он мне Эта деталь Ну Ошиблась Своей Суете Обучаю Играть На гитаре И учусь У людей До братья Улыбаясь На потокартинке С нами Дама В рядах Колесит Нью-Игар Комадам Лос-Дудинка Иностранный Поселок Тексит Для меня Эта песня Висборо Она до сих пор Одна из самых Наверное Значимых Ну и конечно В Тольятти Невозможно было жить И не знать Кто такой Юрий Панюшкин При этом Когда я пришел В клуб О нем ходили Легенды Но самого Его не было Потому что Он Будучи Какое-то время Руководителем Клуба Привал Вот Он Значит Это дело Бросил И поехал На севера Зарабатывать Деньги И соответственно Практически Не появлялся В городе В городе Тольятти О нем Только все Рассказывали И пели Его песни Новые Которые Он привозил Когда приезжал Оттуда Юра Он вот Как раз Из тех Кто Вот он Из Хотя он Моложе Но он Из Висборовской Из вот этой Плеяды Они были знакомы С Висбором У них даже Есть общая песня Написанная Вдвоем Но было Это как Они начали Писать Первый куплет Юрка Написал Панишкин Написал музыку Они вместе Написали Первый куплет И разъехались Соответственно Вот А потом Уже каждый Написал Второй И третий Свой Вот Поэтому В общем И У Висбора Там На сайте В сборнике Там есть Что это музыка Юрия Панишкина Вот Песни Разными Получились Совершенно У Висбора Это полярная сова А у Юры Панишкина Это прощание С островом Вайгач А первый куплет У них одинаковый Вот А потом Юрка появился сам Но Я Я никогда Не любил Вот Лезть там Куда-то В знаменитости Не знаю Может быть Это Грушинский клуб Отбил Потому что Мы когда Приезжали в Самару На концерте Грушинского клуба Нам было сказано Значит так Вот у нас тут Посиделки Вы садитесь там В углу Если хоть одно слово От вас будет Вы тут же выйдете Значит поэтому Там сидели Где-то вдалеке Молча Значит и слушали О чем говорят Великие Вот И к сожалению Может быть Это повлияло Отчасти на То что я Никогда не лез Никуда Может быть Зря Черт его знает Ну так получилось По крайней мере Вот И поэтому С Юркой Я тоже Как-то вот так То есть мы там Привет Привет Мы участвовали Постоянно в Чайхане На Грушинском фестивале Юрка Маслов Нас вытаскивал Мы там были Обслуживающим персоналом Значит На моей детаре Тогда Играли Боря Бурда На моей детаре Играл Значит У Бори Порвалась струна А Дима Диктор У него что-то там Расстроена была И я ему дал Свою детару И он играл На моей детаре То есть Это вот такие мои Достижения были В то время Очень большие Вот И Но тем не менее Мы как-то светились Вот И как-то после одного Из грушинских фестивалей Юрка ко мне подходит Говорит Значит так Тут было решено Что в Тольятти Будет после Грушинского Проводиться концерт А Юрка сам не любил Играть на детаре Он не очень хорошо играл Вот И он всегда предпочитал Чтобы ему аккомпанировали То есть ему вот Саша Исаев аккомпанировал Ну Другие тоже Вот И Значит У нас будет Значит концерт В Тольятти После Грушинского фестиваля Будешь мне аккомпанировать Я так Ну Буду Конечно Учитывая что я В общем Не многие его песни знают Ну ладно Мы там посидели Я-то значит Быстро это И Все прошло Юркин Но мне он дурак Потому что Там моя детара звучит Вот Белая снега Белая снега Он назывался Белая снега Белая снега Белая снега Белая снега Не достались Никому белая снега Две дороги, что с того, где какая кончится Особочен две тропы в поздние луга Значит, ни меня и ни себя, ни тебя и ни себя Вот так вот, извините Мне жалеть не хочется, только жаль Немного те белые снега Ни тебя и ни себя Мне делить не хочется, только жаль Немного те белые снега Только жаль Немного те белые снега Подводит, гаснет не вовремя Вот, ну и конечно же, я спою, наверное, потому что это апрельская песня Заповедная страна Вот это та песня, которую в Тольятти, наверное, знали в любом клубе Потому что она вот, вот она вот тольяттинская И в Самаре, кстати, тоже Она жигулевская Посмотри, как апрель распогодил Распустившую крылья весну Мы опять уезжаем, уходим В заповедную нашу страну Где под синим распахнутым небом Нынче я распознать не могу То ли это подснежник под снегом То ли просто звезда на снегу То ли просто звезда на снегу Здесь порою кончаются были В этом царстве расснеженных лип Сколько раз мы сюда приходили Но привыкнуть едва ли смогли Растревожена ночь голубая То ли песнею, то ли костром И на стрежень опять выплывает Желтый серп Острогорудым челном Желтый серп Острогорудым челном Убеждать удивленных не надо Что красиво, а что не ахти Просто снег уже больше не падал Просто песня сложилась в пути Где под синим распахнутым небом Нынче я распознать не могу То ли это подснежник под снегом То ли просто звезда на снегу То ли просто звезда на снегу Будут тропы взлетевшие круто Будет время надежды и тревог Здесь начало далеких маршрутов Серединок рядущих дорог Но какая бы ни вышла дорога Знаем мы, что у нашей земли Есть река необычная, Волга Есть такая страна Жигули Есть такая страна Жигули Но всему хорошему приходит конец И чему-то начало И как-то так в 98 году Мы решили собраться И двинуться в Питер В Питере мы проводили практически все отпуска И этот город, конечно Для меня он еще тогда, наверное, стал Чем-то больше, чем просто город А когда я переехал, я вообще ходил То есть не было ни работы, не было ни денег Ничего, то есть вот Я ходил и все равно А я здесь живу, все То есть я отсюда никуда не уеду То есть это вот то, где я чувствую себя хорошо То есть у меня было так При этом возможности уехать в Москву Было больше, потому что там была работа Там, в общем, было проще с этим Вот, но нет, нет И у меня есть песни, которые Которые опять-таки я пою Совершенно не так С другими словами Не такими, как ее поет автор Вот, потому что мне она пришла От Сашки Егорова С другими словами И когда мне было плохо В какие-то сложные времена Она была вот как какой-то вот такой И когда я ехал в Питер Оно звучало у меня в голове Поплыл назад родной перрон Вокзал на время опустел Вот и опять мой дом в огонь Ну что ж, я сам того хотел Но все же грустно уезжать Совсем не хочется, поверь Но от себя не убежать Не повернуть назад теперь Катится по небу солнце огненный шаг Все, что было, знаю, я уже не вернешь Жизнь дана лишь раз И это сказочный дар Знать бы только, где в жизни счастье найдешь Кура лесит в память, оставляя свой след Сам себя сужу перед глазами я весь Так хотелось счастья, но его еще нет Так хотелось силы, и она уже есть Не говорю тебе прости Ведь я не то, чтобы сбежал Я просто крикнул Отпусти И руки медленно разжал Бывает так И ты поймешь Ведь ты же у меня мудрец Все, что искал Здесь не найдешь А что-то нашел Тому конец Ты со мной играешь Ты смеешься судьба Знаешь ты прекрасно, что я в жизни хочу Значит жизнь по-твоему по лукам ходьба Ну постой, ведь я же еще с тобой покручу Кура лесит в память, оставляя свой след Сам себя сужу перед глазами я весь Так хотелось счастья, но его еще нет Так хотелось воли, и она уже есть Как далеко остались те Кого любил, кого просил Я помню вас Вы помните Вы помните Я с вами был Все это так Летишь вперед И оставляешь за собой Всех тех, кто может И не ждет Тоску от тех, кто был с тобой Александр Стрижевский Александр Стрижевский Несколько песен его как бы вот у меня есть В репертуаре Ну в общем вот На этом наверное мы сегодня И закончим Я спою еще одну песню Совсем новую, которую я еще не Вот только-только учу Я бы так сказал Завтра совсем другой концерт То есть если кто хочет в ладах Там мы поделили просто на Вот половину пою я А половину от половины мы поем с Ирой Петровской И половину от половины мы поем с Левой Юфитом Вот Поэтому там будут новые Ну может быть какие-то Хотя вот ей-богу времени нету Новых песен я там за год Ну там Одну-две Может быть Выучил Но тем не менее А вот эта песня мне запала в душу Это с нового диска Мищуков А стихи Алексея Захаренкова Пуля что затылок Твой или висок Снова звон бутылок Снова топот ног Выводи коленца В дверь или в окно Горлом или сердцем Пуля все равно Красная попона Крылья за спиной И перед иконой Как перед войной Голову туманинки Жизнь и карусель Пьяные цыгане Мятая постель Взяли нагадали На золотом крыльце Яблоко в начале Яблоко в конце Дальняя дорога Дерзкие мечты Погоди немного Отдохнешь И ты Будет тебе белка Будет и звездок Под подушкой Грелка В печке Уголек Семечек Ладошка Сухари Мишок Сядем на дорожку Выпьем пассажок Близко ли далеко Нечит Или чет Низко ли высоко Ни один ли черт Не забуду плачу О былой любви Госпожа удача Душу не трави Слышишь звон бутылок Слышишь что под ног Вот тебе затылок Вот тебе висок Близко ли далеко Ой Никуда не деться В двери ли в окно Горлом или сердцем С песней все равно Близко ли далеко Нечет или чет Низко ли высоко Ни один ли чёрт, не зову, не плачу О былой любви, госпожа удача, душу не травит Ну и чтобы закончить на какой-то весёлой, жизнерадостной, по крайней мере, ноте Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться Перед зеркалом седым, независимо держаться Хорошо всего хотеть брать своё и неукрадкой гордой гривой шелестеть Гордой славиться повадкой, то и это напевать, забывать И мы этим вечно повод подавать, раздуалом гордых сплетен Когда мы были молодые, когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Понтаны били голубые И розы красные росли Когда мы были молодые, и чушь прекрасную несли Хорошо ходить конём, лазь держать над полным залом Не дрожать над каждым днём, вот уж этого навалом Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает Спирт без солнца и дым Всё идеи навевает наши юные тела Закаляет иступление, вот и кончилось Ля-ля, музыкальное вступление Когда мы были молодые, когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Монтаны били голубые Монтаны били голубые Монтаны били голубые Монтаны били голубые И розы красные росли Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Но пронзительный мотив начинается Внимание Спят друг друга обхватив Молодые, как в нерване И в невежестве своём Молодые человеки Не бум-бум о берегах, а серебряных лугах Где седые человеки Спать обнимутся вдвоём Они Уснём на веки Хорошо быть молодым Просто лучше не бывает Хорошо быть молодым Когда мы были молодые Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Монтаны били голубые И розы красные росли Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли И чушь прекрасную несли А? Хорошо Ладно Но как бы вот я хочу сказать Я что-то сейчас это пел И вдруг осознал Что вот если брать эту песню Нахрена не старые ведь Вот А вот Вот просто вот Такая Да Дори-то до сих пор хватает А на самокате А на самокате Да Вот так вот Ну ладно Тогда Да 41-й Это Моя первая песня Вот Которая написана И которая была показана То есть Которую я не 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 утоптал Где-то внутри себя А Которую начал показывать Это Было Санкт-Петербург Уже Можайская Пригород Ну Это Санкт-Петербург Но это Я работал Стопняком Была Зима Вот Да Был Холодрыга Как раз этот Зима 98 99 Год И мне приходилось Вставать раз в 4 часа Значит вне зависимости от времени суток Раз в 6 часов точнее Вне зависимости от времени суток Подкидывать этот уголек Я с тех пор знаю Что Какой уголь хороший Какой плохой Я разбираюсь В сортах каменного угля Поверьте Вот Какой будет давать много Этого Этого Шлака Который потом выгребать А некоторые Вообще же он запекается Там его оттуда Выбивать приходится Вот И у меня было с собой Я Поскольку взял с собой Книги Которые делал я В Тольятти Для того чтобы у меня было Какое-то портфолио А какие я к ней делал Я делал Книги поэтов Своих друзей Вот И одна из книжек Была как раз Поэта Алексея Алексеева Ныне здравствующего Который недавно Поломал ногу Вот Я видел его Сейчас На костылях Фотографии Поизбутина Зараза Писать стихи Он перестал давно Перешел на Сценарии сериалов Прибыльней Прибыльней Ребята Это гораздо Прибыльней писать Сценарии сериалов Вот Тогда Он был Когда он Выпустил эту книгу Ему было совсем Немного лет Вот Он был подающий Надежды поэт Вот И Как-то одна из них У меня в голове Так Тун-тун-тун Перемкнула Так сказать Там с некоторыми Еще так Музыками Туда все это влилось И получилось такое Страшное Под названием 41 Вот Басов тут Надо прибавить Вот тут Красиво У нас тут же есть Басы красивые Слышно Нет? Еще Возвращаясь домой Сквозь полуночный мрак И крадется за мной Сексуальный маньяк В абсолютной киши Убыстряя свой шаг А вокруг не души Только этот маньяк Светят тысячи звезд Возбуждая бродяг Забегаю в подъезд А за мною маньяк По ступеням скачу По ступеням скачу И кричу ему так Обратитесь к врачу Не хороший маньяк Достигающий виск устремляю кулак И по лестнице вниз отлетает маньяк В темноте чердака расчленю маньяка Ставлю памятный знак, сорок первый маньяк Вот такие добрые стихи у Алексея Алексеева Ну вы понимаете, какие он сценарии сериалов пишет Ну ладно, спасибо вам большое Спасибо, друзья, что вы помогли мне пережить Это тяжелое время от наступления Перехода из одного этапа в другой Ну так я тоже надеюсь А вдруг это рекламная кампания просто-напросто Вдруг все говорят, ой, в 50 только начинается А на самом-то деле нет Все равно волнуешься, волнуешься каждый раз Спасибо вам большое, дорогие друзья Ну и на сегодня все Спасибо 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 Спасибо